А вот за министерские кресла разворачивается настоящая борьба. Так, кандидатов проверят на наличие высшего образования и наличие стажа. Затем претенденты пройдут собеседование с комиссиями, напишут тесты, пройдут личные собеседования с Алексеем Циденовым. Лишь тогда будет принято окончательное решение. На каждом этапе кандидаты будут отсеиваться. Пока же им необходимо заполнить анкету, а также записать трехминутное видеообращение, содержащее информацию о себе и краткую концепцию развития отрасли. Один из претендентов на министерское кресло выложил свое выступление в социальную сеть. Поэтому ознакомиться с планом его работы, будучи избранным на должность министра, может абсолютно каждый житель республики. И не только. Почему я решил участвовать в конкурсе на должность министра туризма Бурятии? Ни для кого не секрет, что поток туристов в Бурятии растет с каждым годом и, скорее всего, продолжится. Рынок туризма в Бурятии будет неизбежно расти. Соответственно, должен пополняться бюджет Бурятии. Более подробно Беликто Дугаров рассказал о втором этапе отбора в нашей передаче «Бритер». Кроме этого, есть там очень большой объем тестов, которые надо. Я вот уже два дня, значит, занимаюсь этими тестами. Ну все понятно. То есть, завтра я улетаю в командировку, поэтому у меня просто времени нет. Отметим, кандидатам необходимо заполнить анкету и до 3 ноября отправить ее в кадровый резерв Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России.